Привет, друзья! Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Одна из сложнейших профессий – это водитель грузовика. Наверняка многие согласятся с этим. Большая часть дня проходит в дороге, захватываешь груз и едешь дальше. Невозможно знать все дороги в стране, так что водители полагаются на навигатор. Но даже навигатор не всегда прав. Этот водитель грузовика как раз стал жертвой навигатора, который привел его к низкому мосту. Стоило приблизиться к мосту, он понял, что не проедет из-за своего груза. А так как позади него никого не было, он решил просто развернуться. Увы, он в итоге застрял. Дорога оказалась слишком узкой. Иногда сложно сдержать желание потанцевать, даже если вы на рабочем месте. И если многим из вас это простительно, то этим шахтерам повезло куда меньше. В 2013 году группа шахтеров оказалась в центре скандала. И все из-за видео, на котором они танцуют в шахте вместо того, чтобы работать. В начале ролика танцевал один парень, а затем к нему присоединились коллеги, превратив шахту в ночной клуб. Казалось бы, невинная шалость. Но шахтеров тут же уволили, так как танец был серьезным нарушением техники безопасности. Управление грузовым судном – это непросто. Спросите капитана «Титаника» или любого другого печально известного корабля. Но когда речь идет о странных происшествиях на воде, стоит уделить внимание этому парню. В 2019 году судно врезалось в мост в Южной Корее. Интересно, как капитан мог не знать, что корабль таких габаритов не пройдет под мостом. Источники сообщили позже, что капитан был рассеян и игнорировал предупреждение береговой охраны изменить курс. Забавно, что это же судно столкнулось с круизным лайнером часом ранее. Рост экономики дал много удобств людям. Приложения для вызова такси или поиска жилья, а также там можно подзаработать, например, в доставке еды. Наш герой – работник крупной службы доставки, и он уронил пиццу. Заказчик посмотрел видео с камеры наблюдения и пришел в ужас, увидев, что курьер выронил пиццу и запихнул ее обратно в коробку голыми руками. Заказчик не дождался от него ни извинений, ни возврата денег, и только после этого он написал жалобу в компанию, которая оперативно уволила растяпу. Многие предпочитают заказывать доставку крупной техники на дом, и в этом есть логика. Но даже если вы рассчитываете, что вашей доставкой займется профессионал, все может пойти не по плану. Эта семья с нетерпением ждала доставку новенького холодильника стоимостью 4 тысячи долларов. На пути к их крыльцу курьер понял, что холодильник тяжеловат, и решил подождать напарника. Но холодильник не был закреплен, и он опрокинулся. С одной стороны, жалко курьера. Но как можно было допустить подобную ошибку? В 2010 году на неделе муды в Мадриде ночной кошмар модели стал явью. Ее каблуки были недостаточно устойчивы, она буквально шаталась на подиуме и в конце концов упала. Хоть зрители и поддержали ее аплодисментами, девушке было очень неловко в тот момент. Умение общаться с гостями – один из важнейших навыков для телеведущих. Увы, один австралийский ведущий Карл Стефанович в этом провалился. В 2013 году ему поручили взять интервью у сердитой кошки – кошки, родившейся с заболеванием, из-за которого ее мордочка выглядела всегда недовольной. Кошка была известным интернет-мемом, и Карл очень хотел с ней пообщаться. Увы, все пошло не по плану. Ведущий задал кошке вопросы, на которые она не ответила, а затем и вовсе залился смехом. Конечно, кошка забавная, но, Карл, ты же на работе. Этот парень из Новой Зеландии спешил обслужить нескольких клиентов, заказавших напитки. Но вдруг напитки полились на пол, и парень просто вышел из себя. При одном взгляде на официанта становится ясно – с него хватит. Сложно представить, сколько нужно тренироваться пилотам, чтобы отточить свое мастерство, ведь одно неверное движение может стать фатальным для пилота и пассажиров. В апреле 2015 года в сети появилось видео, где запечатлен момент, когда пилот пытается посадить самолет на взлетно-посадочную полосу. Все было хорошо, кроме того, что пилот забыл опустить шасси. Пытаясь избежать катастрофы, пилот снова взмыл воздух и успешно посадил самолет уже в другом аэропорту. Этот парень подметал магазин, затем сунул метлу под мышку, чтобы взять совок и смести в него грязь. Увы, в тот момент он позабыл, куда положил метлу. Он больше минуты озирался, пытаясь найти пропажу, но, к счастью, скоро пришла начальница и помогла ему. Может, этот растерянный парень и не потерял работу, но выглядел в этот момент очень глупо. Краска может стать настоящей проблемой для транспортных служб. С ней нужно обращаться очень аккуратно. На этих кадрах запечатлен момент, когда водитель грузовика с краской попал в неприятную аварию. Он столкнулся с другим грузовиком, ехавшим на полной скорости. И столкновение привело к тому, что вся краска разлилась. Она даже просочилась в кабину водителя. К счастью, никто не пострадал, но водителю пришлось долго объясняться. Одна из важнейших вещей в работе курьера – это аккуратность. Это семейство с нетерпением ждало доставки нового телевизора, заказанного онлайн. Но когда он пришел, он не показал ничего, кроме черного экрана. Тогда они проверили камеру на дверном звонке, и увиденное шокировало их. Курьер был настолько небрежен при доставке, что просто бросил коробку с телевизором на землю. Она даже подпрыгнула от удара. Когда вы управляете транспортным средством, все должно быть под контролем. Особенно это касается водителей крупных автомобилей. На этих кадрах водитель самосвала устроил хаос на дороге. Он должен был спокойно проехать под дорожным знаком. Но водитель забыл опустить кузов, потому он и задел дорожные указатели. Никто не пострадал, но надеемся, что этого парня лишили прав. Если вы еще не подписаны. И увидимся завтра.